Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале. Сегодня мы общаемся с Тимуром Едгаровым. Тимур является экс-ректором финансово-банковской академии, является большим человеком, одним из моих менторов, наставником, с которым я знаком с 2013 года. Благодаря этому знакомству у меня произошло, наверное, одно из ключевых событий в моей собственной жизни, когда я ушел с наемной работы в создание собственного дела. Очень благодарен Тимуру, его мудрости, он всегда оказывает мне помощь, поддержку, наставничество. В ответах на вопрос, кто я, куда я иду, Тимур, рад приветствовать. Взаимно, спасибо, Максим, что пригласили. Сегодня мы поговорим с Тимуром о том, как можно планировать в текущей ситуации, нужно сокращать горизонты планирования, нужно увеличивать горизонты планирования. И если говорить о длительных горизонтах планирования, то какие нужно расставить ключевые вектора для роста богатства в семье, благосостояния, развития финансово-человеческого интеллектуального капитала. Тимур, интересный вопрос такой поступил. Как избегать саморазочарования и научиться управлять эмоциями? Что ты по этому поводу думаешь? Когда разочарование происходит у человека? Когда ты сначала ставишь слишком высокие ожидания от себя, и затем они не сбываются. Мы понимаем, что лидерство – это способность идти от неудачи к неудаче. Для того, чтобы этот рост и развитие происходили постепенно, нужно и цели постепенно ставить для себя высокие. Чуть-чуть лучше, чем вчера, но регулярно, но каждый день. И тогда у тебя не будет ожидания того, что ты сразу сделаешь нечто великое. Но если у тебя есть такое намерение сделать что-то великое, ты обязательно его сделаешь. Однако сейчас время такое, когда со всех сторон есть много информационного шума и каких-то примеров, может быть иногда лжепримеров для подражания, под которые человек как бы подстраивается и говорит «О, я тоже так хочу». Ну прекрасно, но у каждого есть свой ритм, свой темп, свой путь. Ты когда понимаешь, что тебе туда точно надо, ты обязательно туда дойдешь. А разочаровываться в себе не надо, себя надо любить. С собой надо любоваться, нужно находить момент спокойствия, момент одиночества, когда ты сам с собой, и ты сам себе нравишься, и ты сам себя хвалишь. Ты спрашиваешь себя, а любишь ли ты свою жизнь? И ты отвечаешь, да, я люблю такую жизнь. И себя в этой жизни люблю. Здесь даже могу немножко дополнить между победой и поражением, что есть некий такой контур условно ожиданий, вот я ожидаю вот столько, и если реальность внутри контура ожиданий, то есть меньше, чем ты ожидаешь, у тебя поражение. А если любой человек возьмет сейчас и вспомнит свою самую большую победу, он поймет, что в принципе победа выражается в том, что у тебя ожидания были вот такие, а контур реальности, что ты реально получил, было больше. И это просто, наверное, немного элемент дополнить, да, что как не саморазочаровываться, а с другой стороны, как побеждать. Для меня, например, есть волшебный вопрос последние три года, как может быть еще лучше? И он как раз таки позволяет не то, что формировать ожидания, а все, что я получаю, все классно, все победа, все прикольно, и что может быть еще лучше, что еще возможно. Если планировать стратегию на 100 лет, то как часто ее потом корректировать? И в текущий момент, особенно для людей, которые живут на территории России, когда, в принципе, вся страна со многих сторон зажимается, и с доступом к международным финансам, доступ к технологиям, с кем мы дружим, против кого мы дружим, да, то есть мир начинает расползаться на какие-то там регионы, возникает вопрос, как планировать в этом случае на 100 лет. Достаточно умные, на мой взгляд, люди боятся на 10 лет планировать, говорят, давайте еще меньше сделаем горизонт планирования. Сложность возникает в чем? Потому что, когда люди начинают стратегируя, ставя стратегические цели, то есть планируя на 100 лет, это стратегические цели, они начинают применять к ним методологию тактических вещей. То, что нужно взять, распланировать, декомпозировать, следовать, включать контур управления в менеджменте, в рамках плана, вне рамках плана идешь. Здесь получается, что ты не тактику простраиваешь, но без нее не обойтись, естественно, а ты определяешь 3-5 ключевых направлений, правил, по которым ты живешь. Когда написали Конституту Соединенных Штатов Америки, я там не проповедую сейчас США, я говорю правила, по которым написано, да, государство создано для этого, свободные граждане, мы живем вот так, мы строим вот это. Внутри может меняться, есть подзаконные акты, есть исполнительная власть, которая все это реализует, но ключевые принципы остаются. Поэтому, если ты это понимаешь, осознаешь, планируйте, исходя из этого. Я резюмирую, попробую. Когда ты хочешь создать стратегию на 100 лет, тебе нужно мысленно переместиться на 100 лет вперед, оттуда посмотреть на 2024 год и понять, что за эти 100 лет останется актуальным. При том, что 90% информации, которой мы живем каждый день, она, скорее всего, будет нерелевантна. Это все устареет и все будет ни к чему. Но останутся какие-то самые главные вещи, которые через 100 лет будут важны. Мне кажется, что ребенок будет счастлив тогда, когда растет с папой и с мамой. Ты как думаешь? Добавь свое. В любом случае будет существовать обмен. Я здесь, наверное, словами Баффета скажу. Он говорит, я не знаю через 100 лет, что будет мерой стоимости. Даже через 100 лет человек будет готов обменять 15-30 минут своего рабочего времени на бутылку Кока-Колы и Гамбургер. Поэтому я являюсь акционером Макдональдса и Кока-Кола. Знаешь, как в «Золотом теленке» Бендер говорил? Раз в стране бродят денежные знаки, значит, должны быть люди, у которых их очень много. А наша задача, чтобы у моих внуков и правнуков их всегда было много, чтобы они могли производить обмен. И если я понимаю, откуда он берется, это создание ценности. И вот эта вот история, отдавать в мир больше, основной принцип, он тоже сохранится. Что если ты отдаешь больше, чем потребляешь в этот мир, то ты запускаешь некий маховик, который как лавина тебе приносит все больше, больше и больше. Мой следующий тезис. Я хочу, чтобы у моих потомков было место, дом, в который они могли бы вернуться в любое время. Я считаю, что это важно. Если есть какое-то гнездо, в которое, чтобы у тебя там не сложилось на улице, ты можешь вернуться, и там есть у тебя твое место. Твой тезис. Рост благосостояния зависит от того, каков уровень интеллектуального капитала. Когда я прохожу какой-то курс, когда я получаю какое-то образование, нужно всегда проводить оценку рентабельности этих инвестиций в долгосрочном периоде и передавать это из поколения в поколение. Чтобы люди понимали, что самым лучшим трансформатором финансового капитала, который запускает быстрый активный рост, является в первую очередь развитие интеллектуального капитала. Знания, навыки, история про 10 тысяч часов, когда ты становишься мастером. И не бояться менять свою сферу деятельности достаточно оперативно в зависимости от изменяющихся условий. То есть не развивать какие-то жесткие навыки, а развивать навыки обучаемости мозга, скорости обучения мозга, адаптивности и креативности. Я считаю, вот та точка роста, которая есть в России, у нас очень много творчества, и это надо развивать, и к этому нужно быть причастным. Я думаю, тоже будет очень актуально и через 100 лет, что смотреть на свою семью не только в рамках вот маленькой ячейки, на которую мы привыкли смотреть, смотреть в широком понимании. Посмотрел свою родословную, и мне было удивительно. Я такой вот подумал, что со стороны отца, что со стороны мамы. Вот если бы каждому на своем этапе позиции, которые они занимали, хотя бы процентов 5 своего капитала, которым они тогда владели еще до революции, смогли бы передать мне. Например, чтобы вложить в интеллектуальный капитал мой. Насколько бы я сейчас отличался, насколько бы другая жизнь была всей нашей семьи. История не любит сослагательного наклонения, работаем сейчас над этим. Ты прекрасен, Максим, вот таким какой ты есть, выросший сам на своих ресурсах и достигший собственных целей. Каждый из нас молодец такой, который он есть. Кстати, друзья, Тимур согласился в школе развития дать отдельный урок большой, который касается личного целеполагания. Как сформулировать так свою собственную цель, чтобы она зажигала, чтобы она давала энергию. И это не просто теория, а это исключительно там практическая часть, наверное, на 80%. Если вы хотите присоединиться, вступить в школу развития, ссылка в описании к данному видео, проходите, регистрируйтесь. Будем рады вас там видеть. Как найти свои таланты и начать их развивать? В моем понимании счастья, ну для меня что такое счастье, это делать то, что хочется. И в этом случае талант, который есть у человека, да, это, наверное, больше к элементам то, что получается хорошо. Мало энергии нужно затрачивать, чтобы это реализовывать. Во взрослой жизни, и, например, для меня в настоящий момент это очень актуально, и для участников моего сообщества, когда нужно искать эти таланты, каким способом искать эти таланты, то есть что по этому поводу думаешь? Жалко, когда мы себе задаем этот вопрос уже во взрослом возрасте. Это задача родителей рассмотреть таланты и помогать им реализовываться с самого начала. Ну, конечно, здесь нужна рефлексия, конечно, здесь нужно садиться и думать про то, а в какие моменты в жизни я был счастлив? Где тот момент, когда ты светился, когда свет исходил от тебя, когда ты был для людей привлекательным, они были очарованы тобой, когда ты оказывался настолько полезен окружающим. В Стивен Клове, в Москве, это был его последний визит, когда мы с ним встречались, я задал вопрос, как людям объяснить, что такое миссия. Он говорит, это очень просто. Миссия это то, что ты отдаешь, то, что делаешь для других людей, не для себя. Нельзя сделать миссией обретения личных благ каких-то или богатства. Это побочный эффект от реализации миссии. Сделать ретроспективу жизни, сделать график, сказать, вот у меня кривая шла вверх, вот потом она падала, вот опять она шла вверх. И вот этот пиковый момент экстремум, вот его вспомнить и сказать, а что там было у меня с эмоциональной точки зрения, с интеллектуальной точки зрения, с социальной, с материальной, вот этот максимальный у меня был пунктик. Записываем, там виды деятельности, там виды активности, собственную работу, чем мы занимались, как мы проявляли себя. Я перед тем, как перейти в категорию экспертов, консультантов, коучей, я работал в большом банке на хорошую зарплату. Два раза в месяц было прекрасное настроение. Потом я стал анализировать, от чего я кайф получаю, от чего я благодарность людей получаю. Оказывается, за поддержку и за помощь, возможность увидеть что-то за пределами тех рамок, в которых человек находится. Ну, собственно, потом это и стало моей постоянной практикой, от чего я и до сих пор получаю удовольствие. Для меня не менее важно все-таки вот про детей. Ребенок до 12 лет, он сегодня увлекается фортепианом, завтра ему хочется, не знаю, в футбол играть. Задача родителя как раз-таки пощупать вот эту вот историю. Что бы ты лично мне посоветовал, но и через эти советы мы могли бы эту информацию передать нашим слушателям. Вот эту книжку, которая у тебя 10 лет уже есть, и здесь ответ на этот вопрос есть, дорогой мой. Профессор Гарварда Говард Гарднер посвятил свою жизнь исследованию типов интеллекта. И у него есть фундаментальная его публикация «Множественные типы интеллекта». Музыкально-ритмический, телесно-кинестетический, пространственное мышление, натуралистический, внутриличностный, межличностный, лингвистический, логико-математический, экзистенциальный. Их, ты прав, родитель, должен создать возможность для того, чтобы ребенок попробовал. Не все может получаться. Скаладром, да? И некоторые детки залазят, да? Мои не все залазят. Я спокойно себе говорю, что есть люди-медведи, они по скалам не лазят. Зато с точки зрения эмоционального интеллекта, с точки зрения сочувствия, например, да, я очень доволен своими детками. Они действительно гораздо более чувствительны, чем их папа. Вот, а папа старается, развивается. То есть дать попробовать, наблюдать за ребенком, дать ребенку осознать про то, что он действительно в этом хорош. Например, хорошо, когда человек знает, у меня с математикой хорошо. Значит, он уже вот в этом уверен. А потом, когда он говорит, а у меня с иностранными языками тоже стало получаться. И ты так радуешься, потому что это отдельный вид интеллекта. И ты создал условия для того, чтобы у ребенка он родился. Очень тонкая грань, потому что я сталкиваюсь с тем, что родители считают, что они сами лучше знают, куда пристроить ребенка. Максим, какой у тебя любимый предмет в школе был? История. Почему? Начиная от преподавателя. Все, на этом остановимся. И мой был «История общества знаний». Любой предмет, любой навык, любой интеллект зависит от тренера, зависит от учителя. И поэтому ты, когда привозишь ребенка в первый класс, ты смотришь на училку. Хрупкая психика ребенка, которая в любом случае будет как-то деформироваться, травмироваться, и это будет его личность формировать. Ну, хотя бы без экстремальных каких-то ситуаций, чтобы это было желательно. Все-таки ребенок рос, психика укреплялась, и он находил возможность для того, чтобы реализовывать свои таланты, себя уважать, любить, чтобы потом не разочаровываться в себе. Всегда, когда начинаешь разочаровываться в себе, потому что, нет, подожди, это же я, я же классный был, я же помню. То есть вот этот багаж положительных эмоций, достижений, это фундамент личности. Если мы этого не имеем, мы потом в дальнейшем, в будущем, в офисе, на заводе, на фабрике, в институте, имеем неудовлетворенных собой людей, которые потом, будучи неудовлетворены сами, они и вокруг эту неудовлетворенность распространяют. Им больше нечего. Я интроверт, а выбранное мною направление развития предполагает постоянное общение с людьми. Не могу разрулить эту нестыковку. Я Тимур Ядгаров, я интроверт. И моя работа связана с общением с людьми, я получаю от этого феноменальное удовольствие. Есть интроверты, которые умеют добывать энергию в общении с другими людьми. Каждому человеку нужны минуты уединения для восстановления. Некоторым нужны дни уединения после одного дня работы на публике. Наверное, есть люди, которые еще не попробовали, вот этого момента не было. Либо момент этот в детстве где-то был травмирующим. Когда я вышел на сцену, и мне показалось, что это мне уклюжий. Есть люди, которые неуклюжие на сцене. Это не мешает им получать от этого удовольствие. Они научились. Еще один момент по поводу того, что моя работа связана с общением с людьми. Если я верю в себя, верю в продукт и верю в компанию, вместе с которой я это делаю, никаких препятствий для того, чтобы активно работать с клиентами, с людьми, нет. Но нужно сначала действительно уверенно ответить на эти три «уверен». Начать, конечно, с себя. Потому что если я не уверен в себе, а это опять-таки откуда она появляется, эта уверенность? Иногда бывает, по умолчанию родители объяснили, что уверенность в себе и уверенность в других людях – это естественно. Человек в это верит, это его убеждения. Не все так возвращены. Потому что нам рассказывали о рисках, об опасностях, о том, что там может быть совсем по-другому. И это тоже правда. Веришь в себя, веришь в продукт, веришь в компанию. Можешь продавать. Посмотри, что за продукт, посмотри, что за компания. Тебе никто не мешает, на самом деле, в твоем выборе. Выбрать что-то другое, выбрать компанию, продукт, который тебе нравится. Или создать свое, где ты сам отвечаешь за продукт, где ты сам отвечаешь за выполнение обещания, дающиеся клиентам, и тогда ты это получаешь. Когда есть понимание, что перегорел в найме, стоит ли уходить в бизнес? Я вижу, что у нас в стране вообще сообщество, информации сколько есть. Всем нужно становиться предпринимателем. Все прочитали кийосаки, умные фразы, да. Если ты считаешь, что ты мало зарабатываешь денег, немедленно уходи в свой собственный бизнес. У нас как бы бизнесы плодятся, но при этом я понимаю, что не все способны быть бизнесменами и предпринимателями. Даже на своем собственном уровне я не могу себя назвать предпринимателем. То есть я больше преподаватель, я больше учитель. Есть и художники, есть композиторы, есть певцы, есть спортсмены, да. То есть сфер очень много. И здесь получается, что твои навыки, они могут быть очень полезны, они могут быть нужны компании, которая делает то, что тебе нравится, то, что тебя отзывается. Ты говоришь, блин, я хочу с тобой вместе строить. И, кстати, у меня сейчас очень большое количество запросов. Ты говоришь, Максим, нам нравится, что ты делаешь, как к тебе присоединиться. Вот как это работает. Не обязательно, если ты выгорел на работе, создавать собственный бизнес. У слова «выгорание» есть еще первое слово впереди. Оно эмоциональное, это выгорание. Будучи предпринимателем, стартапером, бизнесменом, уровень эмоциональной нагрузки кратно больше, чем при самой сложной работе в наем. Становиться основателем собственного бизнеса нужно в целостном состоянии. То есть сначала нужно залатать дырочки эмоциональные, а потом уже думать о том, в чем реализовываться, как эксперту, как мастеру, как человеку, создающему свой продукт. Есть люди, которые… Юлий Цезарь, да? Робикон перешел, мосты сожгли, все, ребята. Впереди рабы, женщины, золото, богатство или смерть. Мои паттерны поведения, как правило, такие, то есть сжечь мосты. И у каждого свои паттерны, у каждого своя история. И здесь как раз-таки опасность заключается, что тебя эмоционально колбасит, ну, там, бонус не выплатили или начальник накричал. И ты на эмоциях можешь это сделать, да, то есть пойти в неизвестность. Но нужно понимать, что это не дружественная среда, потому что бизнес – это, как правило, про конкуренцию. Попробуй продать на бумаге свою услугу сначала, да, прежде чем идти туда. Или товар, который ты хочешь продавать. Еще один штрих можно я добавлю? И для меня это тоже один из важных индикаторов готовности человека начинать собственный бизнес. Подушка на 9-18 месяцев для тех людей, которые от тебя зависят. Потому что если ты уходишь от стабильного заработка, и у тебя нет вот той самой подушки хотя бы на год жизни, чтобы твоя семья была всем обеспечена, ты как глава семьи не имеешь права на это. Есть разные люди, разные склады ума, разные характеры. Но никогда не пытайтесь создать бизнес чисто на эмоциях, что вас тут кто-то где-то что-то обидел. В заключение, я очень хотел быть директором. Был руководитель, который сказал, что вот ты перевыполни план на 200% свой план по продажам, и может мы тогда подумаем, сделать тебя директором или нет. Я говорю, я выполню план на 400% и уйду из компании, просто чтобы тебе доказать, да, что я это могу. Для меня вот этот вот стимул важен был, да, когда меня отманипулировали как щенка, я это сделал. Компания заработал, человек получил бонусы, да, но хочешь быть директором, окей, не вопрос, вот иди, иди будь директором. Для кого-то это тоже работает, да, к каждому нужно идти свой подход. Для мужчин понятно, на первом месте дело. А у женщин? Муж, дети, хобби. Как выстроить жизнь так, чтобы счастье у женщины было и в семье, и в деле? Во-первых, мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что я все-таки мужчина, а не женщина. Как мне кажется, что в современном мире очень серьезно начинают подменяться понятия и роли, да, которые выполняют мужчина и женщина. Что далеко ходить? У меня, например, сестра и ее супруг, то есть мой Шурин. Произошла смена ролей. То есть папа стал такой мамой, который смотрит за ребенком, мама стала таким добытчиком, который сложилось так, что она зарабатывает больше, чем зарабатывает супруг. В итоге каждый выполняет несвойственные ему задачи, несвойственные ему функции. И в конечном счете идет вот эта вот эра, системная ошибка, да, то есть на эмоциональном уровне, на ментальном уровне. Но это как бы и пропагандируется, и транслируется. И как мне кажется, что, наверное, просто вернуться к истокам, да, то есть вот то, про что говорили, у ребенка должен быть и мама, и папа. И это важно. Это не значит, что она должна там сидеть, готовить, заниматься ребенком. Например, у нас в семье это определено так. Слушай, чем хочешь заниматься, тем занимайся, да. У тебя не должно ставить задача зарабатывать денег. Если с моей стороны нужна какая-то помощь, поддержка, специалист, который поможет тебе раскрыть эти таланты, хочешь, я Тимура приведу, поговорить с Тимуром, да, чтобы вопрос решить. Это вопрос принятия, да. Во-первых, а, принятие, б, возвращение к истокам, чтобы каждый выполнял свою роль. Друзья, вот такой у нас получился интересный диалог. Напишите в комментарии, какая тема у вас больше всего отозвалась. Что вы думаете по поводу того, стоит планировать на 100 лет, не стоит планировать. Как вам те вектора развития, которые мы совместно определили. Тимур, еще раз огромное спасибо. Надеюсь, не последний раз мы встречаемся. Буду рад еще раз увидеться у нас на канале. Спасибо, что пригласили.